вот как раз уже можно сделать сейчас я гляну то что да вот я я помню что где-то он точно играл но какие конкретно матчи мне мне тяжело как бы привести пример да у нас возобновилась игра по фиксели ребята там свой рабовой да все проремы со звуком все исправили и мы возвращаемся пару нам у нас паритет получился так джим парк выходит на союша ну не не хочется брать все-таки шарды на тускаре очень сильный сейчас так тим 2 данная уже удар хмага на миде будет треть скорее всего добил но в целом это тоже достаточно важно сквадикс будет качаться в лесу после там четвертого своего левела не будет у него особо проблем ну и очень много на сквадиксе ответственности лежит в этой карте да ему нужно довольно таки хорошо карту прокачать наверное на котле на этом там с траволами с веселом постараться проспейсить морфу как следует то что по сути по сути морф наверное на какой-то там сороковой минуте с хорошими слотами и я думаю что ну короче короче свену точно не комфортно играть против морфа потому что заберстить его порой не получается у него много брони он может перекачаться плюс соскаде он тебе может замедлить как следует тут у него куча сейва есть в корабля там армор прикопка бкб контроль короче куча всего что позволит кирид еще выиграть здесь игру надо только вот прям начало хорошо провести вот мне кажется что в по все шансы разве что вот этот вот оффлайн вивер мне немножко непонятен как бы насколько большой будет импакт от него ну по сути по сути что можно взять весел в этой игре на вивере смотрится неплохо как вариант мой как раз таки кошмарить но отвечать как на котле просто сложно тебе убить вира именно вивера так-то другие герой можно гадгайс тут на посмотрим будет очень интересно посмотреть так я сейчас понял что у нас одна камера складикса было на без того без костов такой заслан на казачек сидит да на этом опять небольшие проблемки были ну вот возвращаемся мы в игру окей вот мне кажется что шейкер просто против котла хорош тем что он кейсит крипов очень хорошо ты на котле ну тяжело там кого-то перединая там как-то уничтожить того подцепили тренд протектора забрали уже как-то фнг умудрился здесь наступить не туда но тут деревья вырубали да мы видим без косты и уже а тут кстати говоря у джим парк проблемки оп ответочка пошла от вп до же красная ответка от virtus pro по поводу топ линии да у нас очень плохой это крейт на тренте а с тактимом он еще меньше и это важно потому что когда у тебя тычка 90 до залетает мне раз в полторы секунды а раз в две с половиной ну это все-таки роляет безусловно пару слов по поводу как раз такими медлайн а то что мы говорим да для котла конечно неприятно что тут много будет динаев у dark maga но он может свое добрать с такая просто лес то есть выход есть из этой ситуации в целом еще и грабили ой проблема у нас у джим парка с крип статом всего лишь 8 крипов хотя линия не сказать что там знаешь какая-то неприятная в целом не должно быть такой большой разницы ой как больно по террор больно конечно залетает джим парку я такую что-то комбинацию даже как-то не рассматривал что венка кидает террора кунка тайт брингером просто тебе все лицо сносит за счет красавица ешь не дала пули или дал нет все-таки дал от пули вокруг он быстро разобьет все равно он тут все зафармит да ничего страшного на самом деле забирает еще ренджа она и посмотри у нас в целом то небольшая разница тут в медиа 19 на 6 против 18 на 4 выход фнг под бот но скофил тут готов ой какой очень неприятный строк о фейд замедлил ну и ладно в любом случае дайвить на четвертой минуте соперника довольно странно довольно опасно но там на самом деле можно было джим парка шли пока что только вот у вивера да мы видим что все очень хорошо да у вивера все окей но проблема в том что перед еще будет все проще и проще стоит с левелом да потому что адаптив будет качаться больше проспама до больше ловкости больше дэмэджа так что тут со временем будет попроще все таки не проблема эта линия выход пытается прогреть киритыча нажимает свои форм не самый удачный будет или чтит но киритыч не выживет все хороший килл хороший выход от без кост старается не дать как раз таки space своему свену чтобы его прицелу из другой стороны проблемы тяжело вот на самом деле на тренте до против вивера играть и там как-то в лесах спрятался жучка поучил и вот уже как бы убежать особо не можешь никуда на линии очень круто в топе без кост мне очень нравится заготовка это и реализация просто прекрасно тоже так мы что у нас у сквадик со мне интересно выход там в урну или там все таки будут работала быстро какие-то до урна уже есть будет весело без травелов но и смотрим что у нас будет на 6 минуте как кому повезет сруны кто будет под нее стягиваться потому что это очень важно если у котла там будет аркана слэш хаст какой-то это может как раз таки повлиять на лэйни драка за лотус союж забирает у нас рома счета все-таки есть у сагарда проблемки нажимает он инвиз но его здесь добило просто лич сидом слышно какая-то невразумительная смерть и выход у нас квадикс надо заряжать урну стингер будет погибать здесь скорее всего вот он первый заряд должен быть сейчас если у сквадик со там все готово по идее должно быть на шестой с половиной минуте до урна действительно имеется и начинает команда виртус про качать карту крутая крутая перетяжка от сквадикса и этот аур будет очень сложно дефать команде без коса ставит фанга у нас очень круто вижу на ходе джим парка и сквадикс готов его поддушить замедление очень плохо джим парку здесь он просто встал афк понял что убежать бессмысленно мидасик приобретает у нас морфы у команды виртус про жизнь налаживается да хорошее начало и вот мы сможем вспомнить по последнему до турниру который без кос проводили у джим парка всегда все круто было всегда то есть там нет не только последний турнир не всегда все хорошо было сначала моему мы тут видим он просто последний по крепстату а среди коров и я думаю что на это ворс такой же печально это я говорю в целом не привык камбэкать вот не привык камбэкать привык играть с хорошим нетворсом стингер пытался тут максимально долго продержать этот tower да но тут сложно находят опс и мидасик появляется у нас на морфе так есть подхил от сквадикса саккред пытается выйти отсюда с кофе от его подсейл можно сказать отвлек оппонента этим сноуболом получилось то что погиб здесь только с кофе от саккред смог убежать преимущество 2000 золота уже со команды вп это верно отельскому морфе да действительно появился будет киритыч фармить выходить в лейт здесь опять в общем парка проблемы его здесь просто гоняют это вряд ли будет килл для сквадикса но но сквадикс красавец слушаем душит не дает как раз таки нормально продышаться нападение на сквадикса но убить его сложно есть таймлапсу саккреда он его нажимает но и судя по всему союз у нас отъедет либо сквадикс вообще найдут хороший это просто это просто спейс такой да так dark мага пришел забрал венгу пытается сквадикс отойти здесь но кажется его тоже должны здесь догонять сноубол пошел что по какой там помощи ой-ой-ой-ой сквадикс пытается выйти но его блочи от строков фейты а еще и тарин какой шикарный от ноутисто спадикс пытается выйти есть сайланс не дать x-марку замансил суши еще один еще одна игрушка была закастована и кажется саккреда могут здесь попытаться убить на развороте уже играют virtus pro пытаются без кос отступить союз рядом есть террор но дэмэджа не хватает чтобы дамить стан летит но не в саккреда всего лишь стингера и такая просто сумасшедший это прям какая-то какой-то омаж на безумного макса знаешь смотрел как когда вас сначала в одну сторону в другую погоня погоня была нереально до сумасшедший просто какая-то погоня получилось и ну погиб в итоге только один саппорт правда мне кажется это все равно на руку vp потому что мор все это время фармит его вообще никто не трогает да да в целом спадикс большой молодец просто делает разницу у нас на линиях хорошо поставил в миде dark maga готов у него блин к ждем реализации до пришел в бот убил на свингу но хочется как-то выйти на кора реализовать своих аслам что их осадков мы еще не видели все-таки добивает у нас на рвп я жду смог вообще от бист код я не понимаю вот только-только нажимается ну как будто бы трэнта не очень хочется убивать за этот смок а вот как раз таки котла либо морфа найти ну почему и нет бекут у нас потоп ну трэнта вот таки да под под заберут здесь не знаю как-то планирует разворачиваться кажется на ранних ловлах котл действительно бьет очень больно подключается киритыч тоже не остался в стороне слушай все все вот эти размены плясовые для vp то что вот они напали на фнг зачем-то вообще просто мне непонятно могли просто пройти дальше а тут еще мало того что они но они только пятерку забрали за вот этот смог так еще потом у нас шейкер умер киритыч 8 левел прям free ферма у него на топе его сейчас сложно достаточно убить только под шейкера если шейкера какую-то внезапную фиссуру там в центре атака кунка терпит есть прикопка бараблемы у гримстрок у гримстрок в таверне но какой же четкий иллюминает от сквадикса который просто всех захиливает здесь телепортируется свин уже в центр просто не выдерживают игроков без косну эхо слэм потрясающий но это только два саппорта я понимаю что это хоть что-то для команды без кост сейчас да вас настолько сильно давят вам нужно как-то перевернуть ситуацию да с ног на голову но за этот эхо слэм игроки вы потеряли только двух самых своих наименее ценных персонажей и даггер как бы вы уже показали да еще и хослом вряд ли будет каким-то большим сюрпризом абсолютно так и товар упал в миде что самое важное без кост то сейчас проще по карте будет двигаться нашим ребятам из virtus pro 4000 преимущества но немножко застопорилась даже смотря вот на такой мини камбэк от без костов пока нет ворс они не отыгрывают сократ нас немножечко да вот начало было очень хорошее хороший лейнинг был как будто потом попал просто герой вот этот и вера сложные мы сейчас себя реализовать ну и в целом саппортом без кост надо получить какой-то левел так нападение у нас на сакрада очень очень легкий килл просто зачем станели virtus pro этого вивера юркого которого обычно тяжело поймать но здесь удалось с ним расправиться еще смотри через заходят перетягиваются ребята из в п сейчас через двойку кажется их заметили там да там помигал грим срок и очень хочется не позволить свену зафармить стаки вот это в первую очередь зачем вы по здесь находится они там сами что-то суши они вообще все зафармили оставили одного этого динозаврика большого там которого худо-бедно без коса забрали но свен остался без таков как камбэкать такой игре да очень сложно надо будет просто играть вторым номером без коста мы-то знаем что ребята горячие любят как раз таки доминировать на карте сакрад идут в virtus pro сражаться за экспру ну вот тут как раз может их ждать неприятная ситуация прикопку фнг выдает перед смертью ноутис то должны будут забрать хороший х слэм который попадает еще параллельно по engine там я не совсем понял что там секс пруны и произошло но как будто бы этот выход был прям забрал скафилд по моему забрал до скафилд забрал ну короче это был просто фит откровенный опять-таки space для морфа но не знаю на 14 минуте если ты прям ну не чувствуешь что тебя какая-то огромная доминация да там прям чудовищная там ты тысяч семь тысяч восемь да и там герои еще лучше тогда ты можешь тебе такое хамство позволить потому что по сути этого драка но в такой в позиции где враг может он на т2 телепортироваться с базы прибежать как-то и даже если ты там как-то эту руну заберешь ты рискуешь отдать очень много героев это вряд ли того я вот честно говоря крайне редко вижу чтобы вот эти вот наши такие попытки на 14 минуте законтестить вражескую экспру ну заканчивались вот чем-то хорошим ну слушай да и это попытка не было особо удачной ты знаешь они очень много карты открыли virtus pro и как будто бы знаешь вот хотят оттяпать то что они могут откусить просто и просто вода залезли слишком глубоко хотя по сути ну они и так сделали очень много да они закачали engine of и могли просто отойти просто отойти играть там две из трех линий и особо никуда не спешить так у нас скотт подставляем немножко выигрывает времени но это ни на что особо не повлияет и такой достаточно простой кило для в.п. могли подцепить шейкер до кирит еще не ожидал увидеть вражеского митера здесь ладно игру вроде бы как без кост свою стабилизировали да да посмотри на нетворс кстати своя на он практически полностью камбэкнул догнал уже морфа да не снова да несмотря на такое вот начало и то что у него забрали там эншентов один раз прям то есть молодец джим парк все-таки с фарм баттернами все в порядке у этого добряка ну уж кого джим парка критиковать хочется меньше всех в команде без кост если честно ну вот там по всякое бывает а это правда да и драфтит порой тоже там любопытно да но даже там с какими-то проигранными драфтами джим парк он ну как как будто значит максимум выжимает от вот из невозможных просто ситуаций за что собственно и полюбили его зрители до фанат команд бискоз да и не только в их регионе моем нашем да что продолжается на скачка качается на свн хороший нетворс у морфа этот вот вопрос в чем стоит когда у нас выйдет морф какие маяты мы нужны нужно ли мы тут бкб и хочет ли он табакова быстро и делать не хочет наверно верно ты смотришь в первую очередь на количество станов да там или как или какой-то там не знаю берст но ты поймаешь фиссуру и бога бы тебе может не помочь если с такой точки зрения смотреть но с другой точки зрения ты можешь там прыгнуть как вперед там как-то не знаю помочь своей команде часть там урона принять на себя и фанга здесь за ревелил смог он не отдал гем кстати мне показалось что он где водолни вроде бы нет до лежала как что-то зелененькая но это наверное на рейдинг стороне просто так такой ландшафт что не всегда понятно да нет гема еще у него нет никакого потери гема это было бы фатально на самом деле для вп а так это просто такая смерть свой нажал гдс до пофармил вот ну в общем и целом ничего страшного да для вп это и правильно сказал мы ждем пока выйдет морф вп ждут пока будет морф на немножко замедлилась у нас игра вы понимает что надо все-таки добить свои шмотки близок к кири . монте но опять же это манта не даст тебе опции войти в тимфайт себе все равно надо чтобы кто-то впитал урон возможно кунки надо как-то начинать тимфайт с другой стороны есть ускар который может подсевить опять же да вот гос шипа и вот как раз вот знаешь вот эта теория идеального замеса должна произойти меня это потому что абсолютно по-разному он может начаться и и там и там есть инициации там и там есть контр инициации сейф поэтому прям не знаю я в предвкушении вообще я могу сказать что эта игра проходит по похожему сценарию как вы поиграли против команды gaming gladiators вот они выиграли начала у них морф на full free фарме вы вчетвером бегать у вас огромный network но почему остановилась давление почему команда в перестану там уже у свена бкб там сейчас шейкер я не знаю 9 300 это сколько тпт даггер туда-сюда ну короче аганим уже скоро до должен быть у него ну давление ну да 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 шейкер 500 голды наверно не хватает ну вот уже летит все у него у него уже есть бкб а он потом точнее у него есть аганим потом он купит бкб и котл уже не такой сильный прокаст кунки не такой сильный и что вы будете делать с этим вот опять на те же самые грабли мне кажется в п могут наступить да у них наверное там в перспективе какой-то сильный лэй за счет там морфа какого-то большого крупного но сейчас без коста лучших своих традициях возьмут камбэк ну ты эту карту больше не отпустит смотрим врывается даркмага прыгает на саюша саюш получает станы получает много урона погибнет он активируется ровно двойного урона хотя попытка забрать даркмага фиссура ворова ну как бы кирит теперь вращается в шейкер да и вряд ли это ворованные ну ты понял что тут произошло до стингер и тоже погибает киритыч наконец-то подключается к своей команде и очень хочется добрать скофилда скофилд попытается размансить даггер у него на как же больно это удар с тотема от морфлинга на вот опять же крутой крутой отрезок от вп хороший тимфайт контринициировали они когда просто на паре на венгу до оказалось просто вот прыгает шейкер венгу хотел быстро сбрить ее но к сожалению просто не успел сделать это за один тотем и поплатились не тремя героями 5 калида за команды сейчас будет шарт это уже плюс 7 калида экспруна для fng 10 уровень у тренд протектора кортал просто огромный 16 левел 14000 нетворса есть и террел чтобы сэйвить от свена а тут ребята из без кост очередную атаку предпринимают есть такая вот у них как сказать фишка да такой паттерн когда ты нажал смолку что-то не получилось ты нажимаешь смог пытаешься сделать это еще раз если ты чувствуешь что у тебя есть какие-то кнопки или что как бы ты на таймере но вот например на киритыч нападает это будет келда хороший фраг хороший выход из смоков никто это не заревилил никто это не понял у ребят из vp и это придет к тому что кстати у скваде это тоже мог теоретически быть проблемы вешает он на себя урну пытается выйти ноут из-то здесь реколит выходит сахар прыгать своем прямо под т3 вышку его потеряют еще здесь и мидера корабль летит от ноут из-то немножечко бафает игроков и бену тут уже не подраться вышел вперед и зачем видел да и вот казалось бы до крипов нет цента и грифы по т1 да там в топе крипы в боте крипы отдали морфа ну надо наверное разбежаться у свена активен гдс вы без морфа вы драться уже сто процентов не можете надо как-то человек человек быть в этом в этом игровом моменте но а без кост вот опять-таки в лучших традициях своего жаркого какого-то южноамериканского плейстайла давят просто на смолк и вот судьба им благоволит можно сказать да удачи им благоволит находят они хороший килл и камбэкует в игру как сказать благоволит если посмотреть умерли герои три героя дал без кост что происходит на карте вот просто буквально там 5-10 секунд посмотреть ни одна финия не пушится без кост просто не успели чем про больше просто нажали смог и просто нажали просто убили морфа и такой думаешь ну наверно отойдут а сейчас в б а без кост дальше бегут и просто при при т1 живом на миде они под т3 прыгают ну просто вот пожалуйста иранс это я пытался так намекнуть тонко что ну все-таки надо ребят за карты следить что происходит тут важный очень момент есть возможность подцепить шейкера отличный сноубол кстати говоря но шейкер выживет ли после этого сноубола вопрос складикс пытается перегруппироваться шейкер шейкер удается это сделать пока венгу на тузка поменяли гдс активен в будут пытаться сейчас все это дело кайтить и неужели просто умирает кири нет нажимает манту нажимает манту если вы форме есть форста в какой-то пытается он выйти здесь мы складиться уже подцепили есть огромный дэмэдж из гдс по по морфу и теряют здесь виртуз про еще и морфлинга а погоди гдс не был нет вроде как был нажать был нажат сто процентов просто его параллельно сейчас еще используют для того чтобы рошана забрать без косты и что что где что что пошло не так туск нажал сноубол хороший да там гора летел просто до никуда и без бафа корабля без героя который может питать дэмэдж стать первым виртуз про не готовы драться поэтому собственно я спрашивал где а где бкб это на морфе без бкб это вообще сложно зайти в тимфайт и это бкб как у вивера аганим кстати говоря мне не за не отметили мы наверное этот момент но аганим вивера тоже очень сильно может порешать в каких-то моментах да особенно когда там пытаешься быстро зафокусить через проказ котла там героя через от эрил там через торрент корабль вот вивер будет цель и такая тройка вивер утилити герой да круто слушай к сакраду вопросов нету делает просто максимум из того что какие опции у героя есть в целом неплохо постоял лейнинг да немножечко пропал у нас там с минуты 10 по 16 но видим что все порядке да и нажимает кнопки дает разницу ну да и у шекера уже бкб появился опять вот это вот отсутствие каких-то вот грамотных действий в мидгейме когда увп есть доминация есть возможность что-то делать но они ну и просто у них не получается не знаю купили гем на тренте в принципе игра то еще конечно далеко не проиграна мы понимаем это да что преимущество всего лишь тысячи золота морф по-прежнему в лейте силен и у вас есть еще несколько хороших персонаж котл вот насчет котла вот тут конечно можно усомниться вот кто полезнее котл или шейкер шейкер наверно пополезней ну да вот но морф может как бы шейкера превратиться и тоже определенные профиты с этого поиметь вот котл он как такой мерзкий противный вот назойливый такой герой который должен бегать по файту с большим надворцем и мешать свену наносить дэм что он какой-то может вело висп поставить когда у него гоним появится как-то и террелом заставить его бкб нажать ну и все в этом духе но пока кстати говоря вот насчет котлов вспомни как раньше играли котлы они брали весел но договора и бкб бкб добрали какое-то время да а тут как получается что кот ловит одну фиссуру и умирает ну непорядок же но слушая у него там по моему и форстав есть я зарела есть мне кажется как раз таки к сквадиксу по этой игре вопросов намного меньше чем кому-либо потому что ну он очень много сделал для того чтобы очень очень хорошо или гейма очень хорошо mid game сыграл мне кажется да не просто ты правильно подметил они просто остановились в один момент и потом вот из-за того что они на руне на виздом руне они просто проиграли какой-то знаешь мини тимфайт и закрылись все как будто бы знаешь план пошел ну просто не получилось play 1 и они просто все а что дальше делать непонятно но опять же да если согласен что игращего абсолютно не закончена все еще играбельно надо ждать морфа у него там с коде близко уже к покупке и все-таки бкб это брать летит шар тоже ждем двадцатого левела опять же пор спаки есть у в п еще все в порядке ничего прям только что произошло до хотелось бы почище играть до хотелось бы меньше ошибок делать ну это дота слушай но телепортируется дефать эту вышку ребята и гиду свена гиды на свене не то чтобы много что дает потому что гдс у тебя пропадет если ты его активируешь вот однако игроки без кос не подставляют здесь выходят из файта и никого не теряю сколько же много под сейва сейчас у бискос будет с аганимом вивера просто вообще и грим строк сэвид и тускар сэвид и вивер сэвид для джим парка прям кайф катка сейчас будет потому что он понимает что он может прыгать и не бояться там за позиционку понимая что его спокойно спасут что очень важно поэтому собственно и видим то что доедал из готов у нас на джим парке все на демо для того чтобы сбросить героя это это же тоже такая палка двух концах на самом деле вот и говоришь там под сейвит не под сейвит но так тут просто ребята с портали для того чтобы пофармить мы же понимаем что когда у тебя единственный источник урона тут не единственный тут есть еще одна из шейкера не мне не подцепили или это шейкер тут подцепил кого-то как же больно и фнг здесь как же много урона а там ведь еще и бкб есть без геомому ни в коем случае нельзя погибать здесь пока бы активирует dark мага для того чтобы забрать спокойненько тренд протектор гем таки подбирает ноуте спасает его но тут наверное будет дальше проходить это атака складик пытается перегруппироваться короче я все это к тому говорю что если свена раскатит да за ну его ультимейт раскатит если вы нападут первый свин там получит таймлапс под этим ультом там под своим как-то не сможет своевременно нанести несколько так разбегутся в разные стороны то по сути весь этот сейф он будет не особо ты полезен что ты просто пробегаешь своим без гдс и он уже не настолько страшен да и шейкер который тоже будет больно но одного шейкера будет мало чтобы выиграть эту игру особенно учитывая этот факт что вивер у тебя утилити билд приобрел да это не короже не тот самый там до найн который вот на вивере играл хоть он и там четвертая позиция да но он мог бы купить какой-то наверное там solar аганим но он предпочел себе dps артефактов набрать просто кучу и в конце концов любите да так что посмотрим как эта игра будет развиваться все так все так и послушай у нас шейкер не собирается выходить физда матч он у нас берет к я будет к сэндж ну дота плюс уже не верят пик виртуз про или в команду виртуз про называйте это как хотите да пусть зрители сами решат но это на бумаге все бумаги я пока что все в порядке все играбельно заканчивается у нас аегис команды без косты возможно время для того чтобы сделать какой-то плей я смотрю 20 там 19000 на творца морф 18000 на творца котл вроде бы есть все но не могу себе представить как команда вы будет драться вот ближайший там минут пять-семь без бкб шик там же бкб шик но на морфе еще не было ночью дано морна морфе нет бкб шки да мы видим что вообще блокинг баров нету команды в п не у котла не у кунки это странно непонятно когда их вообще приобретать тогда что у них какой-то недостаток в уроне мне кажется наоборот надо просто пережить атаку соперника дальше морф там всех может поубивать на и жгут вообще это любитель длинных драк скажем так длительных таких в несколько волн надо как-то впитать урон будет опять же иконки бы хотелось бы 20 добиться потому что абсолютно другой будет герои абсолютно другое будет импакт от него нотист пока только 18 левел и непонятно во что нотист нас выходит там знаешь там чай там плейт мэйл лежит там и форстаф вроде в бэкпаке там какой-то актарин пока что тоже сам решил посмотрел тут статистику посмотрел в парсер который говорит о том что у нотиста 0 игр на кунки в этом патчу возможно вот я не помню в принципе его игр на код просто я вспоминаю матч виртуз про чем там ноут из играл я помню там когда была бруда популярным бордо играл а так преимущество это там бестмастер тайтхантер вот что-то такое визаж точно точно марс у него было много матчей это это да это да это мы тоже помним но вот кунку я не помню предполагаю что я ошибаюсь что у него есть игры на кунки и возможно даже много там в прошлых патчах но ты намекаешь на что не профильный герой да да что вот когда у тебя это так кажется да со стороны ну чё ты же там в доту там 20 тысяч матчей сыграл что-то там не знаю что на кунку покупать всегда ситуации разные сейчас ревильница смог в котла это очень плохо потому что котл это митер здесь в данной ситуации да это огромный плюс поди а еще и даркмага убил за их а слэм кирит еще но это уже как бы мне кажется это вот такая вот по морали финальная . вот сейчас для команды в.п. на этой карте во всяком случае как какой-то вы его волевой камбэк после вот так таких смертей ожидать странно было бы вот послушай да расклеить расклеить у нас в.п. и то что говоришь возможно и проще играть знаешь с каким-то простым инициатором либо просто качаться просто вот мы смотрим на эту кунку и как бы вопросов-то по net force к нему нету но опять же реализация вот этого net force одну она хромает и прочего хромает уже не первую игру то есть и в целом а это не только к нотис да да вообще вопрос это вопрос в целом команде к тому как они видят как они реализовывают этот свое преимущество просто сколько уже ошибок вы по сделали а страны они до сих пор не потеряли насколько все таки лучше да вот ну как бы запас прочности был на лайнинге сделан и впоследствии как бы драфтах наверное лучше выглядит шейкер подбирает и ги в этот раз виртуз про опаздывают на рошана будут ли они здесь драться судя по всему да шейкер врывается получает хекс врываются вингу инга погибает моментально с но был полетел куда-то там подальше dark мага активирует бкб минус тренд винга выкупается грим строк погиб нотис пока что живой джим парк получает x-марк у него должен заканчиваться гдс ближайшее время но нотис то он должен успеть разрубить здесь а так и происходит где морф все это время я не понимаю где находится кирид почему у него full мана full хп и вот он теперь видимо просто умрет морф убивала грим строго него пусть его просто не выпускает из стана и он погибает ну слушай но пахнет пахнет гг там просто вылетел джим парк дал одну тысячку по венге крит и дал вторую тысячку по фнг и там 2 крит был то есть просто 2 крита и минус фуловый герой виртуз про и но мы напомним давно свен ферст пик был просто ферст пик да у него было сложное начало да его там бегал сквадикс напрягал не максимально качаться но после десятой минуты чем парк абсолютно не трогали единственный выход был на 14 минуте в руну виздома до который не удался vp и все они как будто бы пропали с карты и пропали вам прям до конца и мы видим то что результативных действий от впм просто не было да так и есть это печаль смотрит виртуз про как падает в них центральная сторона старается код и все это дефать да да не парень быстро хорошие у нас айдова и так он называется но свой номер достаточно хорошо мешает есть опять таки вот еще одна грубая ошибка еще одна отдача и тем не менее игра еще не закончен как мы видим как получается ну своем максимально есть еще шанс потрачу строится максимально вообще комфортно очень много сейвов очень много видим то что дэмэджа хватает чтобы убить дэмэдж впитывать не готовы в п почему-то алибарды я не видел ни на одном герой то есть на кунке так точно стоило по ощущениям взять потому что особо нечего брать на кунке после аганима и блэйд мэйла сата сата не говорю тараско тут не особо тебе поможет тебя в любом случае бьют шива дошива в целом неплохо но шива алибарда в целом примерно одинаковые айтемы но когда ты играешь против свой на который тебе быстро в любом случае три тычки дает мне кажется все таки алибарды по интересе смог смог кратку команды вп возможно последний в этой игре а егес минута 40 так покажите нам тимфайт подцепили шейкера хороших ворен деле хороший торрент очень можно пытаться шейкера быстро забрать торрент шторм просто великолепно только и гида пытается забрать пока что гримстроук и кири нападает на него грим срок погибает байбек у него нет аркмага бкб активирует пытается выйти тем временем кунку уже подрезали джим парк вырывается вперед гдс активен вторая волна тимфайта сейчас должна быть джим парк готов ворваться дальше сахар всех показывает какой стан просто по двоим игрокам команды virtus pro но киреточ нажал бкб-шку плюс перекачку пока что живет есть циклон трента забрали кунку выкупился теряет еще одного героя без коста вроде как пытается как-то вп своего оппонента раскатить но очень много дэмэджа по морфу драться он уже не сможет то есть тут только в форму и попытка спастись сэйвит конечно котл фнг рядом заливает ману слушай может все-таки попытаться как-то подраться гдс и нет вот на кунку на поле и на тайсу вытекла и выкупился до кунка погиб не получается у команды virtus pro ничего сегодня не получается столько раз они были близки не говорю к победе говорю к хорошему комфортному мид гейму и все три раза они фактически упускали инициативу из рук все три раза не благодаря каким-то там мега грамотным действием своего соперника хотя наверное gg можно за нечто подобное похвалить а вот где-то где-то без инициативность где-то зазевались там смол какой-то очевидный не увидели и вот это вот все приводит к таким печальным последствиям для вп но без кост конечно рады будут получить дополнительные очки хотя пока что надо прогнать киритыча отсюда не думаю что это вызовет какие-то трудности команды без коста и вот вот и приходит пытается дефать по преимуществу уже 26000 над ворса не жил арку на спорте посмотри как прыгает пытается найти своих оппонентов дать просто пара твичек есть таймлапс прикос неплохая но 4x5 здесь драка уже 3x5 есть солт байнд нету маны джим парк я думаю что ребята отойдут мне кажется команда без кост подходить не будет никогда таких ситуациях они уже чувствуют что да они впереди настолько сильно что могут позволить себе под фонтан прыгать и заставлять своего соперника писать ггвп тем не менее кирич разворачивается аромат станом попадает то выкупается котл иллюминает неплохой но есть экспорт морфу морф пока живет на в форме разворачивается попытка забрать скотта скотт и ул активируется есть корабль минус вен 100 секунд без байбека минус туз 60 секунд с байбеком стингер успевает улететь дает ли это это защита команде виртус про хоть что-то но слушай как минут пять на карте еще они будут как минимум эмоционально это очень большой плюс во первых во вторых они они отдыхали свою сторону до байбеком котла но все ты все же это очень важно ну вот в целом они у них только одна сторона упала и надо смотреть по натворцам что у нас на какой натворство морфе а нотист у нас наконец-то добрался до 20 левела и ты просто видел как-то торренты решают просто невозможно находиться в тимфайте и дракмага не может нормально прыгнуть и джим парк уже если прыгает а может в один конец просто прыгнуть да то есть в целом еще играбельно еще все все плюс-минус окей нужно проявить инициативу вот в эти 40 секунд пока нет свена я не знаю правда какую соперник вообще никак не представляется но я тебе так скажу если бы бискоз захотели нормально закончить они бы просто отошли потому что я смотрю там у джим парка 80 маны было и он просто прыгает и дает сабли две тычки и варкрайд нажимает понимая что ну скорее всего прыгать в одну сторону ну вот я думаю что если с головой да то я думаю чтобы зачилились бы пошли бы заресторили ману и по человечке закончил но это без кост на то не без класс как говорится что будут ждать команды рошана видим рефрешер появляется у кунки это предмет который может решить исход тимфайта ты верно отметил что вот эти вот торренд шторм и сумасшедшие они конечно не дают нормальный игрок и и играть игрокам без кост необычные варды от стингера прям друг возле друга и будет у нас рошана стояние судя по всему скофилд разбивает опс очень важный опс разбивает и вижна у нас просто не остается у вп ой хорошо начинается нас начало тимфайта так прыжок у нас на нотис да его надо спасти хороший свап смогли засейвить но джим парк прыгнул прямо в спину и кажется нотис вообще ни одной кнопки больше не нажмет здесь неплохо фокусит киритич джим парка но опять-таки еще одного персонажа вп теряют и тяжело драться когда ты 35 киритич пытается как пережить сумасшедший дэмэдж куча станов него влетает его из дизейбла не выпускают и ну вот да не пять минут четыре минуты ребята содержались на карте слишком тяжело слишком большие нетворцы и наверно наверно даже не не просто вот в нетворцах дело я думаю что под посади ну как бы вот ребят которые прям ну чуть поувереннее в себе да в данный момент находится там спирит те же самые да там не знаю может у джиди даже какие-то которые там камбек или вот своим матчах вот и вот прям вот на таких же вот просто знаешь поставь паузу что называется да там переподключить девайса может быть что-то и получилось бы вот то есть я не говорю что это нереально было играть это было более чем реально играть но просто все три карты по одному сценарию в поедут и у них не проблемы там с каким-то там пониманием игры у них не проблемы там с драфтом не проблемы там с каким-то лайнингом у них проблемы по моему с какой-то вот не за с моралью что ли просто не получается у них как-то сконектиться друг с другом в мидгейме тем не менее слушай идут рошана забирать у нас бесткос не заканчивают эту карту получат в по еще один шанс подраться там на хай граунде как до дополнительно может кнопочки понажимать вдруг чем получится но рошан уже 3 и рошан с рефрейшером то есть это очень неприятный момент для а неприятно но в целом у них герои это хороший чтобы от спам устраивать на хай граунде и в целом это может быть как раз таки знаешь таким возможностью перевернуть эту игру потому что как мы видим в открытом поле а драться очень сложно вертус про так мага повезло на тир-4 айтем нашел он себе спал призму круто работает с талантами и круто работать с акторином и там прям что-то тем что физура просто очень маленький кулдан супер кайфово играть рефрейшера на сакрит забрал себе уже готов там просто акторин аганим бкб нападение на нотис да союшу как-то и кири ты чё ол пайнд по двум героям очень больно союшу здесь кири ты он получил стан и ваш никто не под сейвит эхо сломнет все-таки как-то морф отсюда уходит на развороте дает свои кнопки с байбэк погибает на союшу кунки проблема кунка спрятался пытался нажать тп ничего не получается тренд погиб просто в деревьях и это ультра килл для джим парка увы исход не изменчив да и понимаешь после последнего тимфайта что предпоследнего на форс не только я говорю вот на хайграунде можно подраться и духа и граунда кто-то подставляется ну что за дело с абсолютно не готовы и думают об о другом чем-то игроки команды битро 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 ну прям не знаю депрессивненько депрессивненько все это выглядит выглядит да пока что команду как как вот не хотелось бы притопить за команду без кост да все-таки такая удручающая игра нашего коллектива она ну немножко так разочаровывает то то тоже до разочаровывает и грустим мы наверно вместе с игроками сейчас ну блин в любом случае без кост это достойнейшая команда чтобы пойти там в плей-офф поверх сетки там даже как-то да и дать жару показать красивую игру кирит еще один тут против всех пытается драться но ловит крит в лицо и отправляется в очередной расстоярную гг команда вп проигрывает первую карту играли 47